В мае этого года уголовно-исполнительная инспекция отметит 100 лет со дня своего основания. Это такое подразделение Федеральной службы исполнения наказаний. При этом ее сотрудники не работают в колониях. Именно они ежедневно контролируют тех, кто отбывает наказание без изоляции от общества, то есть буквально дома. Наша съемочная группа провела рабочий день вместе с инспекторами. Дмитрий Житарчук расскажет, кто обязан годами носить специальный браслет и почему некоторые осужденные не хотят отбывать наказание на воле. Сотрудник уголовно-исполнительной инспекции Сергей Князев на своем участке контролирует тех, кто однажды приступил закон, но не был отправлен в колонию. Отбывает наказание, так сказать, в домашних условиях, без изоляции от общества. Вот только данный визит штатным не назовешь. Здравствуйте. Он меня достал. С порога ясно, осужденный исправляться не желает. За кражу суд приговорил этого мужчину к 170 часам обязательных работ. Казалось бы, будь благодарен, что не отправлен за решетку. И нужно-то всего ничего. С помощью метлы и лопаты делай город чище. Такие осужденные, как правило, работают дворниками. Но нет, мужчина ходить на работу не пожелал. Сигнал поступил в уголовно-исполнительную инспекцию. О последствиях осужденного предупреждали. Но реакции никакой. Более того, инспектора мужчина встретил пьяный. Что мы выпьем? Пойдем в суд. Не полтора часа, осталось полчаса. Осужденный к обязательным работам в курсе, что за нарушение дисциплины ему грозит более строгое наказание. То есть изоляция от общества. Но кировчанина это не смутило. В суд отправился в приподнятом настроении. В итоге ему грозит больше 20 суток в колонии-поселении. Объяснить логику такого поведения трудно, но возможно. Данный гражданин из своих 40 лет прожитых жизни. 20 лет он был в местах лишения свободы. И это единственный первый раз, когда ему дали наказание, не связанное с лишением свободы. Соответственно, пояснив, что мне привычно сидеть в тюрьме. То есть это мой дом родной. Здесь наказание я отбывать не намерен. И на государство наша работа бесплатно поясняет. Также не намерен. Зато государству осужденные обходятся в копеечку. Мужчину в колонии-поселении накормят и напоят. В среднем содержание одного заключенного обходится бюджету в 27 тысяч рублей ежемесячно. Так, видим, повреждений нет. Соответственно, несете материальную ответственность в случае утраты или порчи. Где у вас розетка? За угон автомобиля этот осужденный приговорен к ограничению свободы. И теперь с электронным браслетом жить ему минимум года полтора. За пределы Кирова нельзя. Менять место жительства нельзя. Посещать места массового скопления нельзя. В бары и рестораны вход также запрещен. Да и особо сейчас не разгуляешься вечером. В свои 19. То есть это будет нарушение. Если с 22 до 6, если отсутствие будете по месту жительства, это будет нарушение. Все передвижения молодого человека проконтролирует аппаратура. Попробует покинуть город. На пульт сотрудников уголовной исполнительной инспекции придет оповещение. Контроль осуществлялся за несколькими видами наказаний. То есть это имеется в виду исправительные работы, обязательные работы, условно осужденные, ограничения свободы, ну и меры посещения в виде домашнего ареста, запрет определенных действий. То есть вот в настоящее время у нас состоит. Ориентировочно у нас как бы состоит на учете, ну в пределах, общее количество это 450, ну плюс-минус там бывает. И это только в Октябрьском районе города. Всего же в Кировской области без изоляции от общества в прошлом году отбывали наказание более 10 тысяч человек. Другими словами, работы у инспекторов хватает. Предоставить таких осужденных самим себе они не имеют права. Все-таки однажды эти люди уже переступили закон, а исправляться Фемида их обязала в обществе законопослушных. Вот и приходится контролировать их дома и в рабочее время, поскольку дух свободы, как показывает практика, некоторых точно дурманит. Дмитрий Иждорчук, Алексей Зырянов, Бюро новостей Давича.